как у вас дела еще творите еще вообще как тут тусовка 1000 а я запускаю свою чудесную чудо действенную программу которая блин почему-то у меня не стоит телефон вот теперь стоит вот теперь мне хорошо привет ребят привет кофеин с утра если какой-то очень странный странный сон видела как будто во сне с кем-то дралась это вообще ни разу не весь привет привет проснулась я сегодня в 5 30 но вместо того чтобы нормально встать и нормально делать нормально делай нормально будет лера решила чем такого мне сделать поэтому короче уснула и встала в 77 30 вот а кто-то тоже каждый 5 30 только я увы прости меня пожалуйста но я не встаю 5 30 теперь я отношусь категории людей которые встают поздно я встаю в 7 38 ой прям время самое лучшее для того чтобы вставать нет так 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 ну ребят вы все любите и рассуждать о том как же вставать поздно или рано я считаю что вставать рано это до 7 часов утра это рано после 7 часов утра это уже ну скажем так нормально обычно после 8 это это очень плохо ну то есть это там по праздникам я встаю например ладно предположим я хочу от вас услышать вопросы и самое главное хотели бы вы услышать а точнее увидеть от меня видео посвященное весне потому что я чтобы вы знали лето это самое любимое время года но только когда она касается москвы потому что летом москва это просто перфекта манифико лучше всех а по сути мое самое любимое время года это весна ну вот в общем так что если вы хотите узнать как же настроить себя на весенний лад что-нибудь эдакое такие скажем лайфхаки весенний точно ребят я придумала я молодец и вы молодцы что весна море увлечений как вы думаете что чтобы вы хотели услышать про весеннем видео давайте говорите мне пишите вот именно вы у тебя а у вас не пришла весна на календаре 1 марта это очень неплохой день знаете ли что надеть так это немножечко не ко мне это холл какой-то я не знаю твоя реакция на весну моя реакция на весну кстати это нормально это будет в начале так точно а витаминоз же начинается весной жесткий согласна вот вот это надо предотвратить у вас точно 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 ребят что у нас весной у нас весной зима это прям идеально так я не буду снимать холл и холл пишется не так так как развлечь себя весной что такое а витаминоз ребят загуглите ребят узнавайте что-то новое а витаминоз это нехватка витаминов вашем организме давайте мы включим с вами крутую музыку будем тусить под эту музыку у кого-то снег идет ребят у нас тоже в москве снег идет поэтому я и хочу вам привить немножечко весеннее настроение чтобы у вас так знаете так а это у нас весна а это значит можно да вот вот сегодня вот я да мне можно понимаете у меня день рождения 8 марта пишет одна из моих подписчиц я безумно за тебя рада это реально очень круто но единственный есть маленький недостаток 8 марта тебе дарят подарки как бы за два праздника это грустно вот вот асфальт сухой блин как я хочу сухой асфальт честно ребят очень хочу да ребят а витаминоз весной на коже сухая кожа это витаминоз так что хочешь на 8 марта не знаю я бы наверное хотела что-то из разряда бы на самом деле я никогда не откажусь от сумки или кошелька мне будет всегда очень приятно от косметики тоже я только счастлива буду причем такое желательно уходовой за лицом масок масок для лица вот это прям очень хочу у тебя есть браслет пандора я не знаю я что-то как-то не то чтобы нейтрально отношусь к пандоре я просто не знаю как вот эти шармы все делать есть у меня готовое что-то было я бы наверное даже не отказалась а вот собирать самостоятельно это мне мне кажется лень будет так каждый год же весна что особенного ничего особенного просто я очередной раз встречаю весну в москве и для москвы весна это реально просто календарь календарная дата а не самоощущение вот вы ощущаете когда вы ходите на улицу что наступила весна понимаете когда вокруг снег лежит слякоть а еще потом холодно и ветер вам становится немножко грустно поэтому я хочу эту грусть у вас убрать и сказать вам ребят пофиг у кого-то декабрь зашибись ребят если кто из краснодара не говорите мне об этом я знаю что у вас весна уже уже у вас там цветы чуть ли не растут плюс 21 градус давай офигели сейчас поотвечаю на вопросы всякие и тогда буду классно кота минус 10 до так все в спб солнце так привет и шахт привет все нормально так как ты относишься к диме и вермузевич очень хорошо очень добрый парень простой скромный и мне нравится как он общается с людьми он очень такой добрый я вообще люблю у привет из алматы ребят я так захотела съездить в казахстан в казахстан же это по-моему да я так хочу я вот вообще я поняла что там есть такие люди крутые вы просто не представьте что-то очень я захотела туда все на надо ехать срочно так понятно я общаюсь да и хорошо очень скорее на каспарянс у меня нет лучших друзей среди видеоблогеров твич еще будет я очень хочу развиваться в этом направлении потому что мне очень нравится играть вы кстати я тупанула нужно было позавчера когда я была я играла в сому целый день нужно было нормально просто сделать хотя бы там пару часов твич там такая игра разворачивается боже мой там просто action на каждом шагу реально я думала она такая будет спокойно она очень крутая там такие загадки ну просто потрясающая игра сома какая возрастная аудитория тебя смотрит как думаешь я знаю какая возрастная аудитория меня смотрит на ютюбе есть youtube analytics и вы спокойно можете посмотреть какой возраст у ваших подписчиков у меня в основном это девушки от 14 до 17 это где-то 35 процентов потом тоже большое количество примерно 30 процентов это девушки от 18 до 25 ну и потом там небольшие распределения и молодых людей у меня где-то 15 процентов но их возраст от 18 до 26 лет вот вот такие вот ребята хочешь получить оскар ребят я не настолько супер мега крутая как леонард дикаприо чтоб оскар получить хотя есть у нас один парень которого зовут именем который сделал просто одну песню и с этой же песни сразу же оскар взял классно крутой чувак вот ты входишь в категорию пожалуйста я не лучший леонард дикаприо это прям absolutely right сейчас я напишу так у меня не растут не реально быстро волосы вы чё ребят алё если вы думаете что это отросшие корни то протрите глаза пожалуйста это вот здесь они настолько отросли что аж вот здесь у меня фиолетовый начинается нифига себе я хочу так рано вставать почему нет так придумать подарок на день рождения маме маме всегда мне кажется нужна какая-то помощь я вот клининговую службу вам рекомендовал очень крутая убраться в доме это мне кажется очень круто будет или я не знаю подарите какие-то предметы по хозяйству нужны я например маме очень часто дарю там кошельки ну это не по хозяйству я чисто свой пример косметику моя мама вот ей ничего такого принципиально не нужно просто что-то такое очень небольшое но при этом отражающее ваше внимание так я к юле отношусь хорошо она вы просто не представьте она видео но вообще не такая какая она в жизни она очень веселая у нее потрясающее чувство юмора я в шоке почему она его не показывает на видео но это вот довольно сложно у меня кстати очень такое едкое чувство юмора и я его ну где-то процентов на 25 наверное показываю в своих видосиков это когда шутки пропускает цензура так тихо что то что именно тихо в каком классе ты раньше училась буква я всегда училась в а классе а класс 1 а 2 а и 11 а закончила сделай пост с музыкой на стену вы как я вам расскажу про весеннюю музыку как поднять вот еще и музыку туда вставлю точно у меня кстати есть очень крутое приложение я вам про него тоже расскажу все я придумала я сейчас прям сценарий запишу чтобы вы не думали что я типа обманула вас я никогда не у вас начнем с этого я просто записываю и что-то выпускаю позже чем я обещала это вот это точно это вот это есть у меня так все нажала так 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 что у меня тут блин как-то камера так странно стоит вот так мне кажется лучше будет если вы меня будете видеть так ура последний день зимы это точно я никогда не меняла школу у меня была одна и та же школа а а а